Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала Drom.ru И прямо сейчас вы увидите вторую финальную часть проекта Skoda Kodiaq В которой мы пытаемся найти новую Skoda Kodiaq от официального дилера и купить ее с максимально возможными скидками Недели ранее выходило видео с первой частью, где мы давали все вводные данные Чтобы сейчас не перечислять, не рассказывать, ссылочка на это видео остается в описании Посмотрите сперва его, если вы вдруг забыли о чем шла речь После этого возвращайтесь, это видео вам будет наиболее интересным И в первом ролике мы с вами остановились на том, что получили первое предложение от официального дилера С ценой и скидкой на автомобиль, с расчетом по КАСКО, с предложением по кредиту, с оценкой по трейдину То есть у нас был весь набор и мы в принципе уже могли принимать решение, мы могли уже покупать автомобиль Но я вам сказал, что для того, чтобы получить наиболее выгодное предложение, нужно обращаться ко всем официальным дилерам Что происходило дальше, давайте расскажу А дальше происходят элементарные действия, которые сможет сделать абсолютно каждый Для этого нам понадобится компьютер, нам понадобится телефон, нам понадобится листик с ручкой, куда вы будете все записывать Что мы делаем с вами? Мы заходим на официальный сайт компании Шкода Для того, чтобы здесь найти официальных дилеров То есть я вам его показываю не для рекламы, а для того, чтобы вы это воспринимали как инструкцию к действиям Пишем город, в котором мы находимся, в нашем случае это Москва И вот они пошли официальные дилеры Далее смотрим и звоним по сути каждому дилеру Но не забывайте о том, что например у какой-нибудь компании, допустим Автомир У них может быть там два дилера база, при этом общая Поэтому звонить прям в каждый салон по большому счету смысла нету Но если вы это сделаете, это будет для вас еще лучше Вот у меня подготовлено мое рабочее место Предложение от первого дилера, у которого мы были И вот я веду заметочки Кому позвонил? Звоню и называю то предложение, которое я получил первый раз Здесь есть маленькая хитрость Вот смотрите, условно, допустим, нам назвали 2 миллиона рублей за автомобиль Я могу позвонить, сказать дилеру Потому что, ребят, мне назвали 1 980 000 То есть умышленно сблифовать, наврать, как угодно можете это назвать Просто факт в том, что дилер хочет продать подороже, я хочу купить подешевле Таким образом, если он хотя бы на 5 тысяч перебьет эту цену Я уже сэкономлю 25 тысяч рублей То есть моделируете под себя разные бренды, разные автомобили Везде вот эта цифра может быть любой абсолютно Таким образом, что у нас сейчас получается Вот я веду свои заметки Звоню, кто-то сделал уже предложение Например, делаю дополнительную скидку, но при этом убирают подарки К концу дня, когда все ответят, когда я всем позвоню Я получу финальное предложение И уже буду понимать, где мне выгоднее покупать автомобиль То есть, с одной стороны, все легко, но это реально займет целый день У меня получилось 9 официальных дилеров по Москве, которым я позвонил Обращаю ваше внимание, что в первый день прозвона мне ответило сразу 4 дилера 5 рассказали, сейчас вам перезвоним И тишина, пришлось ждать сутки, потом их еще раз дергать Потому что кто-то ушел на выходной В общем, эта работа не такая вот, что по щелчку пальца ты звонишь И тебе прям тут же называют скидки Многие, конечно же, вас будут приглашать приехать к ним Приезжайте, садитесь, пообщаемся Будем разговаривать, будем перебивать Но, друзья, все это можно сделать, не выходя из дома Таким образом, обзвонив всех, у нас есть 3 дилера, которые готовы побороться за нас, как за покупателя А мы, в свою очередь, готовы действительно побороться за них, как за продавцов Потому что мы хотим купить автомобиль по наиболее выгодному предложению для нас В общем, я не буду размазывать кашу по тарелке, потому что я прекрасно знаю, что вы любите разговоры только по существу Мы сейчас будем с вами перемещаться во времени Цель этого ролика – выжать все соки из официального дилера И получить наиболее выгодное предложение для нас и купить автомобиль Что это будет за предложение, вы узнаете, досмотрев ролик до конца Обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше мы будем делать больше интересных роликов на эту тему Ну а сейчас перемещаемся во времени, поехали! Конкуренция делает свое дело Друзья, смотрите, первый раз, когда мы были у официального дилера номер 1 Он нам сделал финальное предложение, когда мы отказались от кредита 2 миллиона 50 тысяч рублей С кредитом этот ценник был 2 миллиона 25 тысяч рублей Но тогда каска была при кредите порядка 70 тысяч рублей То есть, что происходит сейчас? Когда мы ему сказали, что мы нашли другие предложения, более выгодные Сейчас нам ценник озвучили 1 миллион 999 тысяч рублей При этом каска, как везде, 45 тысяч рублей При этом дополнительные подарки, которые я озвучил покупателю И они его полностью устроили То есть, все, пожалуйста, нате, забирайте Суммарно сейчас скидка с этими допами Там появилась сигнализация с автозапуском Составляет примерно, ну, 380 тысяч рублей Но мы нашли дилера, который предлагает скидку на автомобиль Чуть выше 400 тысяч рублей При этом комплектация более жирная И мы едем к нему Мы никому не делаем рекламы Мы никому не делаем антирекламы Но так получается, что вот в эти топ-3 дилера Зашли действительно крупные дилеры У которых большая сетка, которые могут перебивать цены Почитав ваши комментарии, я, честно говоря, удивился Потому что есть люди, которые говорят, ты эти скидки придумал Хочется задать вопрос, а зачем мне их придумывать? Когда я это спрашиваю, человек говорит, ну, я ездил, мне так не скинули Ну что, друзья, мы зашли, пообщались И я вам хочу сейчас сделать такой акцент Вот смотрите, очень часто нам с вами говорят Приезжайте, будет выгоднее Мы перебьем, сделаем более выгодные предложения Мы общались с дилером по телефону И все то же самое, чего я добился по телефону Он озвучивает то же самое сейчас и в салоне То есть, не рублем выгоднее Наша поездка к нему не встала Тем не менее, комплектация стоит 2 миллиона 445 тысяч рублей Здесь добавляется Style 3, это кожаный салон Здесь добавляется пакет ассистентов То есть, будет активный круиз-контроль до 210 километров Контроль занимаемой полосы, слепые зоны В общем, в принципе, машина побогаче При этом, ценник автомобиля составит 2 миллиона 65 тысяч 800 рублей Плюс ковры, плюс сетка Либо же можно выбрать вариант 2 миллиона 91, одна тысяча рублей И тогда они подарят еще зимнюю резину 18-ую Мы уточнили, какая резина То есть, резина, это так и стоит То есть, грубо говоря, нам ее не подарят Мы у них ее купим Исходя из того, что автомобиль стоит 2 миллиона 445 тысяч рублей Практически, практически 400 тысяч рублей с учетом доп. оборудования То есть, по ценнику дилера Если быть точным, ну, 380-390 тысяч рублей При этом, подчеркиваю, мы доплачиваем наличкой Мы сдаем форум фокус по очень хорошей цене То есть, его забирает В целом, человек оценкой доволен Не прошло и минуты Мы решили, в общем, наше финальное предложение будет из серии 2 миллиона 50 тысяч рублей То есть, мы попросим, чтобы они скинули еще 15 тысяч 800 рублей И если они скинут, то мы остаемся здесь В общем, вышел менеджер, сказал, торга не будет Таким образом, подтверждаются мои слова о том, что можно всех предложения добиваться изначально дома Не выходя из дома Но в любом случае, владелец этого форда приезжал сюда для того, чтобы получить предварительные расчеты по трейдину В общем, друзья, мы отправляемся к первому дилеру Для того, чтобы там подбить финалочку Возможно, под надавим на него ноготочком Будет еще выгоднее К концу ролика вы узнаете прям финальные цифры По которым мы забрали автомобиль И какая же суммарно у нас получилась скидка Ну что, друзья, мы наконец-то с вами приехали туда, откуда начали Пообщались мы Добились до конца финального предложения Которое у нас письменно подтверждено Вот что у нас получилось Вот смотрите, цена автомобиля была по прайсу 2 миллиона 335 тысяч рублей Теперь этот автомобиль стал 1 миллион 999 тысяч рублей Плюс мы получаем в подарок сигнализацию с автозапуском и GSM модуля Мы получаем брызговики Мы получаем дополнительный набор автомобилистов Которым также литр масла В общем, с одной стороны говорят, что это уже идет с автомобилями С другой стороны нам это говорят как подарок Тем не менее, отмечаю как факт Сетка в защиту, ковры, в салон и в багажник Форд у нас уходит за 305 тысяч рублей Всем довольны, ну реально хорошая оценка по трейдину И доплата наличкой без процентов у нас будет с карты Добавлю вам так, что в итоге мы покупаем автомобиль трейдин плюс наличка Каска мы нашли по цене вообще 37 тысяч рублей Хотя изначально на национальной цене 90 тысяч Она пошла на понижение Тем не менее, сейчас за 37 тысяч полная каска А за 40 это с гэпом, то есть вообще красотища Человек всем доволен, никто нас ни к чему не обязывает Так слово о том, что изначально, когда мы сели, нам сказали 60 тысяч скидка за кредит Если вы возьмете, друзья, все как видите, показываю вам по-честному Мы сейчас доплатили небольшую денежку В среду автомобиль к 3 часам дня будет здесь с ПТС То есть он уже здесь, автомобиль его подготовят, помоют, выкупят ПТС В общем, сделка будет готова Поэтому для вас пройдет 1 секунда, а для нас пройдет 1,5-2 дня И мы приедем с вами на выдачу покупать новенький автомобиль Вот она, вот она, та машина, ради которой мы вот эту неделю бегаем, прыгаем Наконец-то, друзья, мы приехали ее забирать Первым делом мы сейчас с вами займемся осмотром автомобиля Нужно сделать это обязательно С толщиномером автомобиль мы уже проверяли То есть никаких косяков по покрасу точно нету Но в любом случае автомобиль подготовлен для продажи То есть нужно посмотреть на различные царапки, сколы Возможно, где-то есть недочеты Как правило, я всегда рекомендую смотреть на диски Потому что где-то на парковке их могут запросто притереть Те же самые двери Когда перегонщики занимаются автомобилем, то есть уже внутри на парковке Всем им плевать на автомобиль Сел, прыгнул, завел, поехал То есть вот такого рода вещи Оп, могла быть царапка Соответственно, нужно все смотреть, изучать Вот это, например, маркер оттирается Но с другой стороны, почему не оттерли для нас сразу В общем, вот по всем деталям, по всем нюансам Аккуратненько по кругу автомобиля проходимся Толщиномером проверять, естественно, обязательно заранее, чтобы не было потом никаких вопросов Все новенькое по машине Садишься, но все приятно Смотрите, глянец тот самый, про который мы всегда с вами говорим Когда новый, все блестит Вот сейчас все блестит, но это ненадолго То есть месяц-два активного пользования появится в любом случае царапи Друзья, нам в любом случае с вами нужно потихонечку завершаться и подходить к итогам Первое, я хочу затронуть некоторые ваши комментарии Я почитал, офигел, я все прекрасно понимаю, что народ на самом деле запуган в плане обману Вот посмотрите, рассказываем, показываем, что Ford Focus 2008 года, пробег 57 тысяч Никто не поверил в большинстве своем, что это честный пробег Я вам прямо говорю, это честный пробег Мы могли бы это вам доказать на раз-два, но на это уйдет 5 минут Зачем это нужно? Мы вам рассказываем, как есть Второе, человек изначально рассчитывал кредит Нужно услышать следующее Первое, он взял потребительский кредит со ставкой 11,1% Он взял 1 миллион рублей Для чего он взял потребительский кредит? Для того, чтобы обеспечить себе хорошую кредитную историю То есть человек может закрыть этот кредит хоть завтра Он хочет полгодика поплатить, потом закрыть Все, это его право, он так хочет При этом тот же самый банк ему одобрил автокредит, где автомобиль был бы в залоге под ставку 14,5% Вы представляете? Вот что называется шизофрения Когда ты приходишь покупать автомобиль И ты его закладываешь в залог, тебе 14,5% При этом ты берешь кредит потребительский на какие-то нужды Никакого залога тебе дают ниже ставку Как это объяснить? Я не знаю Мы начинали с вами торговаться с учетом того, что покупаем автомобиль в кредит Сейчас, как вы поняли уже, мы выходим на сделку Трейдин плюс наличный Поэтому делайте выводы, поймите правильно Снимать ролики на разные темы Покупка только за наличный расчет Покупка наличный плюс кредит более дорогая марка Более дешевая марка Мы все это будем делать Будем продолжать, будем показывать больше Поэтому обязательно подписывайтесь на канал Дальше будет больше подобных интересных роликов Друзья, мы наконец-таки с вами переходим к договору Значит, смотрите, я скрыл данные человека Тем не менее, вот основное, что вам нужно посмотреть Обязательно сверяйте модель, комплектация Все, что есть в ВИН-номер Как в договоре, так и на кузове автомобиля Это тоже обязательно нужно проверить Потому что даже последние цифры, сами дилеры говорят Сверяйте, проверяйте Бывает такое, что действительно ошибаются люди Плюс ко всему, нам, пожалуйста, вынесли все те подарки Которые сделали, мы их проверили, все есть И вот вам, пожалуйста, цена автомобиля 1 миллион 990 тысяч рублей То есть никто вас здесь не обманул В общем, по договору также прописаны Все гарантийные обязательства Поэтому еще до покупки До внесения каких-либо средств Вы его можете запросить и весь его детально изучить Подчеркиваю, если появляются вопросы Задавайте их сразу Не так, что вы все оплатили, а потом выясняют А вот это что значит, а тут что значит нет Сначала читаем, выясняем, потом оплачиваем В данный момент мы пошли оплачивать автомобиль Мы оплачиваем без каких-либо процентов Вот сейчас в этом салоне есть кассовый сбор 0,3% Но мы оплачиваем карточкой Поэтому у нас никаких процентов не будет Если бы заносили наличкой Вот сейчас на ровном месте мы бы отдали бы 5-6 тысяч рублей То есть не за что Поэтому имейте в виду Обязательно уточняйте эти моменты Когда вы платите наличкой, будут ли взимать с вас дополнительный кассовый сбор Если нет, хорошо Если есть, то как-то этот вопрос можно решить Либо попросить какие-то подарки на эту сумму Либо же попробовать оплатить той же самой картой Без процентов, без каких-либо проблем Параллельно со всем этим Началась приемка Форда То есть вышел человек, посмотрел Мы положили комплект зимней резины В общем все, о чем мы договаривались Никаких изменений не появилось То есть все идет гладко Смотрите, есть ситуации такие, когда людям говорят То, что вы оставляете машину, уезжаете Потом там через день-два вы приезжаете Забираете новую машину В общем какой-то бред В нашем случае все происходит вот как должно быть Мы приехали сегодня, отдаем машину И мы сегодня же уже уедем на новой машине Важно понимать, чтобы дилер все сделал со своей стороны тоже грамотно, оперативно Потому что через 10 дней Если они, например, не продадут машину Не снимут ее с учета Помните, что, например, если они поедут на ней кататься Штрафы будут прилетать сейчас вам Смотрите, фоткайте просто наш договор купли-продажи Акции, емки, передачи Когда мы сейчас все подпишем, я поставлю печать Также я вам сниму серокопию ПТС Где мы были вписаны с печатью Вы все эти фотографируете Подгружаете на сайт госуслуги И не ранее 11 дня прекращаете регистративу Не ранее, почему? Сейчас закон, собственно говоря, вам не даст этого сделать Потому что есть два закона сталкивающихся Один говорит, что на постановку на учет В обязательном порядке отводить 10-дневный срок То есть это обязательно А прекратить регистрацию не обязательно Но можно только с 11 дня Ну, соответственно, лучше прекратить регистрацию Именно 11 день Потому что при прекращении на регистрацию Вы закрываете налоговый период на автомобиль Ну, я вам честно так скажу Конечно, смотрим по автомобилю Его нужно помыть, там на химчистить Он будет тогда весь блестеть, сиять Но вот так вот 305 тысяч, парни Ну, я считаю, вообще отличная цена Потому что дилера выставить, скорее всего Я предполагаю, тысяч Так за 400 они его попробуют продать При этом у человека уже был, как бы, даже покупатель на него Но в любом случае, пишите ваше мнение Делайте ставки, за сколько автомобиль уйдет В общем, сдаем машину по трейдину Все происходит легко, спокойно, оперативно То есть не нужно нам было ничего ждать То есть сегодня человек приехал Последний раз на автомобиле Все оставляет То есть сейчас все расписываемся Подписываемся и уезжаем на новом автомобиле То есть никаких подводных камней нет То есть все как оговаривали Все как проговаривали, так и происходит Сейчас мы с вами находимся в отделе кредитования и страхования Когда мы сюда пришли первый раз Нам изначально насчитали каску полную за 90 тысяч рублей Сейчас же мы оплатили каску полную на двух человек с гэпом за 46 тысяч рублей То есть отличная цифра Сами все понимаете Для подтверждения цифр Вот я вам аккуратненько показываю 46 тысяч рублей обошлась каска Что мы ничего не сочиняем В общем все цифры я вам показал За исключением только я вам не показал Оценку по трейдину Что действительно 305 тысяч Но здесь друзья Мне кажется я уже раз в 10 это сказал Поэтому придется верить только на слово Ведь писали люди что 70 тысяч 100 тысяч 150 не больше Все Теперь у нас идет процесс легкого ожидания Можно попить кофе И будем забирать уже наш новенький автомобиль Ну и собственно делайте выводы Первое Найти автомобиль можно не выходя из дома Приезжая к официальному дилеру Для вас это будет только плюс Потому что вы получите первое предложение С которым вы можете дальше продолжить поиски Второе Вы ищете всех официальных дилеров И общаетесь с ними Озвучиваете И можете прибегнуть к блефу Для того чтобы вам было проще Для того чтобы вы могли больше получить скидку Третье Если у вас есть трейдин Либо кредит Однозначно приезжать Однозначно считать Это все долго Это все муторно При этом не забывайте о том Что в нашем случае Человеку повезло Ему оказался более выгодный потребительский кредит Но бывает и наоборот Когда люди идут за потребом Им называют ставку 16% При этом при автокредите Им дают ставку 14% Здесь все сугубо индивидуально Нужно этими вопросами заниматься Далее Находите все эти предложения Торгуйтесь Общайтесь Как только получаете Самое выгодное предложение Уже приезжаете Закрепляете его Личным присутствием Все Можно выходить на сделку Ну а сейчас начинается Самый долгожданный момент Вот они ребята Новые ключики лежат Все сейчас будем подписывать Гарантийные книжечки В общем все как положено Чувствуете да Передается не передается Вот эта атмосфера покупки Нового автомобиля Ну в общем друзья Дальше у нас пойдут личные данные Поэтому мы наш эфир с вами прекращаем Ну что друзья Вот и подходит наш выпуск К концу Мы забираем автомобиль Все теперь менеджер автосалон Только рассказывает людям Куда нажимать Как чем пользовался Все машина куплена Я надеюсь то что я вам показал Без гнудятина Я старался все делать динамично Чтобы вам было ясно Понятно Последовательность действий Как покупать автомобиль Поймите правильно Что если показывать Один только договор На него может уйти 15 минут Где надо все разжевать Показать Нужно будем делать Не нужно Но я вот сделал как увидел Таким образом наш ролик Подошел к концу Если у вас остались вопросы Пишите их в комментариях Ставьте ваши лайки Ставьте ваши дизлайки Обязательно подписывайтесь на канал Потому что дальше будет выходить Больше интересных и полезных роликов До новых встреч Всем пока пока